Девушки отдыхают 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 Основной секрет голландского соуса – это паровая баня. Значит, для приготовления паровой бани мы возьмем сотейничек, заполняем на одну треть объема, чтобы вода при кипении не касалась дна. Нам понадобится три яйца. Разделяем на белки и на желтки. Молодец. В голландский соус идут именно только желтки. Белки не используем. Надюшенька, что у нас там с маслом? Масло растопилось. Значит, мы его вытаскиваем и должны его остудить. Надюшенька, миксер нужен сейчас? Есть. Достаточно пока. Вот такой консистенции должны быть взбитые желтки перед тем, как отправлять их на паровую баню. Берем миску и ставим на паровую баню. Вы повторяйте все точно так, как делаем мы. И взбиваем. Масса становится понемножечку гуще. Это момент, свидетельство того, что нужно добавить вино. Три столовые ложки, а ты продолжай взбивать, Сереж. Свет поменялась сразу. Снимаем. Продолжаем взбивать. Просто если вы передержите на паровой бане, у вас желтки могут свернуться. Это будет не соус, а будет хлоп, это будет каша. Поэтому мы взбиваем, убрали температуру, чтобы не была высокой. Взбиваем, чувствуем, что температура опустилась. Опять на 5-7 секунд поставим на паровую баню. Долго вот это вот проделывать? Эта процедура проделывается до тех пор, пока соус начнет загустевать. Молодец. Как у него хорошо получается. Теперь, Надюшенька, маленькими порциями добавляем охлаженное, растопленное сливочное масло. При взбивании масла, чтобы у нас не свернулось и с желтками, мы должны добавить лимонного сока. Сколько? Соловую ложку. Это лимонный сок, да? Маслечко теперь я добавляю. Для того, чтобы соус стал более густым, мы отправляем его на паровую баню. Следим за температурой соуса. Надюшенька, нам нужно добавить соль и черный перец. Так, все, достаточно, Сереженька. Вот смотрите, у нас соус, он уже густоватый, тянется у нас. Все, соус готов, мы за него забываем. С сегодняшнего момента майонез напрочь исключается из нашего рациона. Соус голландский готов. Ты рассказывал, когда ты делал мясо по-французски, что ты использовал лук. Да. Вот лук. Мы должны сейчас его быстренько почистить и нарезаем лук полукольцами. Ширина полуколец. Три миллиметра. Ух ты. Раз. Не очень толсто. Кстати, по поводу лука у нас есть очень важный третий вопрос нашего теста. Что сделать с луком перед запеканием, чтобы в готовом блюде он был сочным? Сережа ничего не сделал, так он и ответил, это неправильно. Если оставить лук сырым, при запекании он потеряет много влаги и станет сухим и жестким. Если вы хотите, чтобы лук был сочным, вы должны лук замариновать в лимонном соке с водой. Лимонный сок не только придаст нашему луку приятный аромат, но самое главное, он его смягчит то, что нам и необходимо. 50 миллилитров воды, пожалуйста, наливай. Перемешиваем. Мы замариновали лук для мяса по-французски и оставляем мариноваться 5 минут. Для того, чтобы телятина в Парловске получилась действительно и соответствовала рецепту стандартному, мы должны лук обжарить. 1-2 столовые ложки растительного масла. Мы отправляем этот лук сюда. После того, как обжарим лук, должны его обязательно просушить. Лук готов. Он стал чуть-чуть прозрачным и немножко стал мягким. Телятина по Орловске. В состав этого блюда входит картошка. Нам потребуется 3 картошечки. Даю. Чистим, моем. Ты, конечно, все-таки, вот насколько я понимаю, довольно такой эмоциональный мужчина. Очень эмоциональный. Так, нарезаем слайсы 3 миллиметра. После эмоциональный обычно идет ревнивый. Ужасно. Ужасно, уже страшно. Ты так даже повел головой, мне аж как-то не по себе. До проекта подобного не было. То есть я был очень загружен работой. Света не работала, дома сидела, ты это знала. И как-то спокойненько тебе так было. Абсолютно. Вот. Абсолютно. А сейчас как бы она пошла на работу. Ну, а там мужчины. А там заходят покупатели, там это. И я как бы все чаще появляюсь теперь в магазине. Вдруг надо что-то купить. Да, под видом того, что солнышко сделает мне кофе. Я тут у меня тут встеряю. Ну, что ты делаешь, что ты не на работе? Я говорю, там у меня тут встреча. Я говорю, тут надо это. Ну, какая прелесть. Порешать пару вопросов. То есть ты деликатно так контроляторуешь, да? Ну, конечно, конечно, конечно. Я нарезаю зелень. Вы сейчас, пожалуйста, соль, перец добавьте в картошечку и растительное масло, буквально две столовых ложки. Это для того, чтобы наша картошка не темнела. Если вы любите базилик или любите кинзу, пожалуйста, добавляйте. Я взяла стандартный укроп и петрушка. Ой, какая прелесть. Это уже как вот, да? Уже можно есть. Уже пора. Друженька, теперь мы должны, вот как вареники, знаешь, как дома ты делаешь? А ну, пожалуйста, сделай. Молодец, отлично. Слайсы целые, зелень соединилась, картошечку отставим пока. Сейчас мы должны формировать мясо по-французски и телятину по-орловски. Перед этим мы ответим на четвертый вопрос теста. Что сделать с мясом перед запеканием, чтобы оно получилось сочным? Ты дал ответ, да ничего, нарезал и в духовку, это, естественно, неправильно. Чтобы мясо получилось сочным, перед запеканием его нужно обязательно обжарить. Сок запечатается, и он останется внутри мяса. Ну, специалист. Так, включаем, я беру мясо. Уберите всю эту лишнюю зелень, для того, чтобы она у нас не горела. Сковородка должна быть очень-очень хорошо разогрета, чтобы моментально образовалась корочка. Я отправляю свинину. С веселым звуком. А сейчас посмотрим. Да. Вау, этот звук просто сводит с ума. Вспомним ровно по минутке. Запахи такие, что я уже здесь вот стою, а сами иногда придерживаюсь за стол. Я переворачиваю, потому что минутка прошла, у нас мясо зажаривается. Надюшенька, свинина, я уже думаю, она готовая. То есть мы должны ее на бумажное полотенце снять. Говядинку сейчас Сереженька будет переворачивать. Ты сейчас как шеф-повар, ты занимаешься двумя сковородками. Очень быстро, быстро все должно происходить. А я сейчас буду заниматься грибами. Я вчера купила шампиньоны, я иду их принесу. 150 граммов шампиньонов берем. Сейчас я быстренько их помою. Так а что, грибочки тоже обжаривать? Грибы не должны готовиться дважды. А если мы их обжарим на сковородке, а тогда еще в духовке, а не потеряй сок, они будут просто-напросто как кусочки резины. Разрезаем гриб пополам. И нарезаем вот так. Все, я понял. Толщина должна быть где-то 3-4 миллиметра. То есть приблизительно, как и картофель. Но еще маленький секретик и маленький экспериментик. Чтобы мясо наше в готовом виде имело хорошую, красивую форму, мы должны сделать формочку из фольги. Просто очень быстро. Порционные такие, да? Да. Берите фольгу и готовьте вместе с нами. Сантиметров 40. Так, вот, пожалуйста, тебе, Сереженька. И у меня такой кусочек. То есть где-то у нас должно получиться сантиметра 4-5. Мы делаем вот такой вот подворотик. Вот такой ширины у нас будет наша формочка. Заворачиваем. Мы должны сейчас сделать плотненькую-плотненькую ленточку. Аллочка мне это все раньше рассказала, и я приготовила такие ленточки. Вот такие вот они вышли. Отлично. Теперь вот так вот пальчиком здесь немножечко открываем. Это для... одну сторону. Это для того, чтобы мы тогда, когда сформируем, то есть делаем форму, мы смогли заправить туда. Чтобы у нас получилось кольцо. Корона. Ты наш царь кулинарии. Красиво, правда? Вот так вот. Лучший. Лучший. Он лучший. Берем противень. Надежненько, кусочек пергаментной бумаги. Есть. Смазываем растительным маслом слегка. Полосочки точно так же. Внутреннюю сторону смазать растительным маслом. Это для того, чтобы при запекании наши слои не прилипли к форме. Вы, дорогие телезрители, присылаете нам свои письма по почте и на наш электронный адрес. Я благодарю вас за то, что вы делитесь своими секретами и хитростями на кухне. Наш конкурс продолжается. Если у вас есть секреты, как упростить жизнь на кухне, или как сделать из подручных средств прекрасное кухонное приспособление, расскажите о них нам. Ваши письма мы ждем по адресу, который вы сейчас видите на экране. Авторы самых оригинальных приспособлений получат ценные призы, а об их изобретении мы обязательно расскажем в нашей программе. Я просто в шоке. В шоке от того, что для того, чтобы приготовить мясо по-французски, нужно столько сделать этапов. Вот сегодня я познакомилась с тобой, мне кажется, главное твое слово – это «я в шоке». Я в шоке. Я просто... Сережа в шоке. Прямо на противне мы будем формировать мясо по-французски и телятину по-орловски. Вот я возьму телятину. И я должна замерить, какой у нас размер должен получиться. И переносим мясо на противень. Аллочка, оцени. Боже мой! Ставим. Три. У нас будет телятины и три свинины. Настало время формировать слои. Первым займемся мясом по-французски, то есть свинина. Запоминайте, самое главное. Начинка для мяса по-французски. Свинина. Маринованный лук. И соус голландский, который мы сделали. Я лук слила. Вы точно так же делаете. Сереженька, давай наш соус. Вот сейчас он полностью остыл, холодный. Он стал густым. И имеет такую консистенцию. Сейчас на мясо, пожалуйста, тонкий слой соуса. По пол чайной ложки. Теперь лук маринованный. Так, и сейчас сверху соус. Соуса сейчас нужно где-то две чайные ложки. Распределить по чуть-чуть по поверхности. Сделай, пожалуйста, правильно третью. Здесь мы закончили. И начинаем заниматься телятиной по-орловски. Самое главное сейчас запомните. Очередность слоев. Значит, первая телятина. Второй идет жареный лук. Соус. Картофель. Снова соус. Грибы. И снова соус. Жареный лук. На телятину жареный лук. Распределяем так же равномерно на три порции и сразу. Правильно? Да. Сверху лука соус. Точно таким же макаром в двух частях. Теперь берем картофель. Мы картофель должны укладывать внахлёст. Вот так. Картофель должен полностью покрыть мясо. Соус, да. Так. Все. Грибы. Так, грибочки. Грибы точно так же. Старайтесь выкладывать веерочка. У нас слои ровные. Ничего не падает. Ничего не перекашивается. У нас температура была 200 градусов. 200. Уменьшаем 180, да. Ну, вроде бы, все у нас уже есть. Все уже мы сделали. Сыра нет. Запомните, чтобы при запекании сыр не превратился в сухую, подгоревшую корку, посыпайте блюдо не сразу, а за 10 минут до окончания приготовления. Получится прекрасная корочка, и сыр наш не сгорит. Поэтому мы сейчас отправляем мясо по-французски и телятина по-орловски в духовку. 180 градусов 30 минут. Прошу. Я предлагаю попить кофе. Ведь особенную теплоту общения на нашей кухне нам добавляет якобс-монарх. Сереженька, пожалуйста. Сереж, ну вот у тебя дочурка и сын. Кого все-таки сложнее воспитывать? Как ты считаешь, как отец? У каждого ребенка, наверное, по-своему, потому что у дочки свои там, как бы, требования. После участия в проекте «Мини-мисс» города Кучаевск, наша дочка очень серьезно этим заболела. Так? Да, то есть она уже неоднократно участвовала в различных конкурсах. У нее даже есть такие моменты, когда папа их иногда морально наказывает. Она всегда говорит, Ромчик, ты самое главное не обижайся. Твоя сестричка говорит, раскрутится скоро на модельном бизнесе, и у нас все с тобой будет хорошо. Сейчас мы займемся приготовлением сладкой свинины с овощами по-китайски. Мясо у нас в холодильнике, я сейчас беру его, нам потребуется свинину мы уже замариновали, консервированные ананасы, свежий имбирь, чеснок, лук-порей, сельдерей, морковь, перец болгарский, кунжут и растительное масло. Значит, сейчас мясо с помощью бумажного полотенца мы должны обсушить. Поставила сковородочку с толстым дном, добавила немножко растительного масла, буквально пару ложек. Маринад, который остался после мяса, я его сейчас пока никуда не деваю. Вот он, он находится возле меня. Имбирь для тебя, лук-порей, Надюшенька, для тебя и чеснок для меня. Мы вчера купили болгарский перец, сейчас я его возьму. Вот такой перец. Мы должны взять 100 граммов сейчас имбиря неочищенного. Отрезай, очищай тоненько, как картофель. Мы будем его натирать. Аллочка, а что делать с этим небольшим кусочком лука-порея? Порезать колечками полсантиметра. Я взяла три зубка чеснока, мы его раздавливаем. Надюшенька, отправляй сюда лук и чеснок. Так, все-все-все. Вы слышите, какой аромат? Мы сейчас должны добиться, чтобы лук чуть-чуть стал золотистым. Давайте этот лучок мы сейчас в тарелочку отправим. Теперь добавим чуть-чуть растительного масла. У нас сковородочка горячая, отправляем мясо. Надюша должна нарезать у нас стебель. Сельдерея. Аллочка, ты говорила, что мясо по-китайски будет с овощами. Да. Значит, овощи. Это палочка одна сельдерея, морковка средняя такая и перец, который я уже помыла. Вот так нужно перец очистить. Очистить вторую половинку, чтобы не было прожилок и не было семян. И нарезаем брусочками. Все овощи нарезайте одинаковой толщины. Пять миллиметров. Перец режем весь. Да. Морковь я нарезала. И сейчас я нарежу самый главный ингредиент. Мы забыли за него, да? Да. Это ананас. Так, ананаса мы берем 200 граммов. Надюшенька, поставь, пожалуйста, чайник. Нам нужна будет кипяченая вода. Свинина у нас была замаринована. Я сейчас возьму маленький кусочек и проверю на готовность. Свинина у нас внутри беленькая. Свинина уже готовая. Снимай, Сереженька, мясо. Жир оставляй, а просто выбирай. Сейчас я тебе дам. Эту же сковородочку отправляем на огонь и обжаривай наши овощи. Огонь должен быть большой, потому что овощи должны обжариваться очень быстро, но не должно там вариться. Лишний раз стараемся лопаткой не переворачивать овощи. А чем? Это можно сделать вот такими вот движениями. Так, уже пора Сереже тоже так делать. Попробуй. Не бойся. О! Овощи наши готовы. Мы можем сейчас их соединить с мясом и переворачиваем просто шумовочкой. Вся жидкость, которая на сковородке, мы должны ее сохранить. Сейчас я на сковородку выливаю остатки маринада. Вот как только уварится соус, мы добавим свинину, овощи и протушим 2-3 минуты. И блюдо готово. Соус выпарился. Вот такой вид он имеет. Отправляем. Не бойся. Мясо вместе с луком и с овощами туда. Ой! Слушайте, как у нас много получилось. Это можно девичник только на одном китайском мясе устроить. Мясо в духовке находится 20 минут. И я уже говорила, что за 10 минут до окончания запекания мы добавить должны сыр. Осталось буквально чуть-чуть времени, чтобы ответить на вопрос теста. Какой жирности должен быть сыр для запекания мяса по-французски, чтобы он хорошо расплавился? Сережа взял нежирный сыр. Аллочка сказала, что это неправильно. Для того, чтобы сыр равномерно расплавился на поверхности нашего блюда, берите сыр двойной жирности от 50 до 70%. Ни в коем случае не берите обезжиренные сыры, так как при запекании становятся жесткими и будут напоминать фанеру. А для того, чтобы проверить жирность сыра, мы сейчас проведем эксперимент. Надюшенька, ты поставила воду, она уже закипела. Две емкости. Я вчера специально купила два вида сыра. Жирный и средней жирности. Два сыра совершенно два разных сорта. Для эксперимента давай отрежем маленький кусочек, небольшой, сантиметр на сантиметр. Теперь заливаем кипятком обе пиалочки. Старайтесь, чтобы сыр растворился. О, там уже у Сережи появилась просто пицца. Вот этот сыр не хочет плавиться, не отдает цвет, как резина какая. Как резина, да. А тот расплавился. А этот вот, да, все вот уже. Точно так же произойдет и в духовке. Значит, Надюшенька, сейчас мы на секундочку к сыру сейчас мы вернемся. Да. Свинина сладкая с овощами по-китайски у нас готовая, поэтому я отключаю. Чтобы сыр расплавился и не подгорел, его лучше не натирать на терке, а нарезать ножом или с помощью овощерезки. У нас сыр пластинками, вот он пластинками так растает, и блюдо наше будет очень вкусное. Я в шоке. Я знаю. Козырная фраза. На каждый кусочек у нас пойдет 20 граммов сыра. Вот такие вот слайсы. Аллочка, так что, достаем из духовки? Да, достаем мясо. Так, барабан на дыру. Ой, тримайте меня, потому что я сейчас потеряю сведомость. Главное, по дороге не съешь, пожалуйста, Сережа. Так, осторожно. Ммм, какой запах, какой запах. Так, мы сейчас быстро должны сыр выкладывать на поверхности наших двух блюд. И назад в духовку 10 минут. Мы сейчас будем заниматься, Сереженька, презентацией этого блюда. Ой, Ланя, вообще шикарно. Для вкуса мы сверху посыпем белым кунжутом простые продукты, очень просто в приготовлении. И посмотрите, какое прекрасное блюдо получилось. У нас же еще в духовке мясо. Уже прошло 10 минут, и мы можем доставать мясо по-французски и телятину по-орловски. Красота-то какая! И сыр не затвердел. Симпатяна. Просто симпатяна. Сейчас нужно аккуратно на месте соединения рассоединить формочки и снять. Мясо остается в том же виде, который мы ему придали. Это нечто уникальное. Вот этот момент, вот этот именно момент, он самый такой, самый сладостный. У меня такое впечатление, что у нас сейчас просто банкет. А мне очень хочется, чтобы на память у меня осталось твое изображение вместе с Аллой и с идеальным мясом. Выбирай, с чем будешь фотографироваться. Совсем. Я думаю, что поместится. Улыбочки. Великолепно. Ты пришел для того, чтобы научиться готовить мясо по-французски. Давай с него и начнем. Тает во рту. Это просто какое-то божество, честное слово. Боже, это волшебство. Мне нужно носить будет на руках. Да. Потому что после такого блюда... Подруги возьмут тебя и будут вот так вот подкидывать. Ой, Сережка, Сережка, пожалуйста, приготовь нам еще такой кусочек мяса. Да, да, да. Мне очень нравится именно мясо по-французски по этому рецепту, что ничего лишнего нет. И голландский соус, это просто открытие сегодняшнего утра. Это просто идеальное мясо по-французски. Но у нас еще есть мясо по-орловски. Телятина по-орловски. Ребята, это правда так вкусно. Это просто шедевр, шедевр, Сереженька. Это такой кайф, как вот выходишь с русской бани, прыгаешь в бассейн, а потом идешь обратно в русскую баню. Такой вот прилив адреналина. Ну, это так еще еду никто не описывал. Это супер, это супер. Телятина мягкая и сочная. И грибы, и картошка приготовились, пропитались соусом, но при этом, что очень важно, нет ощущения, что все перемешано. Я надеюсь, у нас еще остались слова для... Ой, я тебя умоляю, маленькая. Ну, пробуем. Попробуй, ты сейчас язык проглотишь. Овощи аль денте. Вкус чрезвычайный. Мясо не пережаренное. Цвет отличный. Перчик с ананасом, это божественно. Вот буквально 15 минут, и такое шикарное блюдо. Света просила, научите моего мужа готовить. Мы научили Сережу готовить. Для мяса по-французски возьмите свиную вырезку, лук, твердый сыр, 55% жирности, растительное масло, соль, перец, розмарин, тимьян. Голландский соус. Вам нужно подготовить мясо. Нарезайте мясо на кусочки толщиной около 2,5 см. Отбивайте до 1,5 см. Каждый кусок мяса вам необходимо смазать растительным маслом. Добавляйте тимьян и розмарин. Маринуйте 30 минут в холодильнике. Подготовьте лук. Нарежьте лук полукольцами и замаринуйте его в лимонном соке и воде минут 5-10. Перед тем, как формировать мясо по-французски, обжарьте мясо на сковороде с каждой стороны по одной минуте. Вы можете формировать блюдо слоями в формочках из фольги. Для этого выкладывайте нижний слой мяса, потом голландский соус, следующий слой маринованный лук, сверху снова голландский соус. Выпекайте блюдо в духовке, разогретой до 180 градусов, 30 минут. Вам нужно подготовить твердый сыр и нарезать его овощечисткой. За 10 минут до окончания готовки мясо посыпайте сыром и опять отправляйте в духовку. Подаете блюдо горячим. Для голландского соуса вам понадобится сливочное масло, яйца, лимонный сок, белое сухое вино, соль и перец по вкусу. Для приготовления соуса подготовьте водяную баню. Вода в бане не должна сильно кипеть. Начинайте готовить соус и разделяйте яйца на белки и желтки. Вам нужно сначала взбивать желтки в миске, а потом продолжать взбивать желтки на водяной бане. Затем вы вливаете в яичную массу белое сухое вино, продолжаете взбивать. Можете снять яичную смесь с огня. Затем вам нужно медленно влить в яичную смесь предварительно растопленное сливочное масло. Продолжайте взбивать, добавив соль, перец по вкусу. В конце взбивания вы можете добавить свежевыжатый сок лимона. Соус готов. Для телятины по-орловски возьмите телятину, картофель, лук, свежие шампиньоны, твердый сыр, голландский соус, черный перец, петрушку и укроп, а также розмарин, тимьян, соль. Вам нужно подготовить мясо. Налезаете мясо на кусочки толщиной около 2,5 см. Отбиваете до 1,5 см. Каждый кусок мяса вам нужно смазать растительным маслом. Добавляйте тимьян и розмарин. Маринуйте 30 минут в холодильнике. Подготовьте другие ингредиенты. Нарежьте лук полукольцами и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Затем выложите лук на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Картофель очистить и нарезать его тонкими слайсами толщиной 3 мм. Вы можете добавить в картофель растительное масло, чтобы он не потемнел, и мелко нарезанную зелень укропа и петрушки. Посолите и все перемешайте. Грибы нарежьте тонкими слайсами толщиной 3 мм. Перед тем, как формировать телятину по-орловски, обжарьте мясо на сковороде с каждой стороны по одной минуте. Вы можете формировать блюдо слоями в формочках из фольги. Для этого выкладываете нижний слой мяса, потом жареный лук, добавляете голландский соус. Потом вы выкладываете картофель, чтобы сохранить сочность мяса, и снова добавляете соус. Нарезанные грибы выкладываете поверх картофеля и добавляете еще раз соус. Выпекайте блюдо в духовке, разогретой до 180 градусов, 30 минут. Вам нужно подготовить твердый сыр и нарезать его овощечисткой. За 10 минут до готовности мяса посыпаете сыром и опять отправляете в духовку. Подаете блюдо горячим. Для сладкой свинины с овощами по-китайски вам понадобится свиная вырезка, тертый имбирь, чеснок, лук-порей, консервированные ананасы, сельдерей, болгарский перец, морковь, растительное масло, кунжут. Для маринада ананасовый сироп, соевый соус, лимонный сок, сахар, черный молотый перец. Для приготовления маринада вам нужно смешать ананасовый сироп, соевый соус, лимонный сок, сахар, черный молотый перец. Маринад готов. Нарезаете мясо брусочками шириной 2 сантиметра, заливаете подготовленным маринадом и оставляете в холодильнике на час. Пока мясо маринуется, вы можете подготовить овощи. Лук-порей вам нужно нарезать тонкими колечками, чеснок просто раздавить, а имбирь натереть на мелкой терке. На раскаленной сковороде с растительным маслом обжарьте лук, чеснок, тертый имбирь в течение 1-2 минут. Затем выкладывайте овощи в миску. В сковороду, где жарились овощи, выложите свинину без маринада и жарите ее до готовности минут 5-7. Готовую свинину выкладывайте в миску к обжаренным овощам. Морковь, болгарский перец, сельдерей, консервированные ананасы нарезать брусочками 2 см. В сковороду, в которой жарилось мясо, добавляйте растительное масло и жарите овощи на большом огне 1-2 минуты. Готовые овощи выкладывайте в миску к обжаренному мясу. Вы можете формировать блюдо. В сковороду добавляйте маринад, который остался от маринованного мяса. Маринад нужно уварить до объема 3 столовых ложек. Затем выкладывайте в готовый соус жареную свинину, овощи и ананасы. Вам нужно потомить блюдо 3-5 минут на маленьком огне. Снимайте готовое блюдо с огня, посыпайте кунжутом, подаете горячим. Готовьте с нами и у вас все будет смачно. Наступного разу найулюбленіша кухня края «Все будет смачно» раскроет все тонкости приготовления улюбленного куричого филе. Разом с неперевершеною Надією Матвієвою, знавцем кулінарии Сергеем Калініным и співаком Аркадієм Войтюком, вы приготовите три фантастичные стравы. Нижное, классическое, запеченное куричье филе в вершково-сметанном соусе. Вытонченную закуску куричьи мафины с ароматными грибами. А еще улюбленцы миллионов куричьи нагетцы в трех разных хрустких панировках. Готуйте разом с нами и все без сумнівів будет смачно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова